Вы уже осмотрели клинику «Атрибьют», где вы будете работать в ближайшие несколько дней. Клиника очень комфортная, все продумано до мелочей. Мне здесь нравится, персонал замечательный, позитивные, дружелюбные сотрудники, прекрасно все устроено. Вы первый раз в Санкт-Петербурге? Уже в третий раз. Впервые я приезжал, кажется, в 2011 году. Тогда был организован курс Международного общества эстетической пластической хирургии. С 2010 года по сентябрь 2014 года я возглавлял совет по образовательным программам. Я был научным организатором тех мероприятий. В 2011 и в 2013 годах город произвел на меня большое впечатление. Правда, тогда мы удачнее выбрали время. Здесь были белые ночи. На этот раз холода меня застали врасплох, потому что в Стамбуле сейчас градусов 20-25, так что здешняя погода меня слегка шокировала. Какая тема из программы конференции интересует вас больше всего? Меня всегда интересует ринопластика. В сфере эстетической хирургии это самая увлекательная и сложная операция. Так что ринопластика всегда заслуживает внимания. И вообще интересно послушать коллег, поучиться у них на таких мероприятиях. Специалисты, изучающие черты лица, единодушно считают, что форма носа влияет на характер. Вы согласны с тем, что ринопластика меняет людей не только снаружи, но и изнутри? Ринопластика, несомненно, меняет черты лица. Разница огромная. Никакая другая операция на лице не способна так сильно повлиять на внешний вид. Так что удачно исполненная ринопластика – это лучший способ скорректировать контуры лица. Я не замечал перемен в характере пациентов, но после удачно проведенной операции они становятся увереннее в себе. Им значительно проще общаться с людьми, они охотнее участвуют во всевозможных делах. Так что с точки зрения взаимодействия с окружающими это очень полезно. А характер – нет. Таких изменений я у пациентов не наблюдаю. Каким вам видится будущее пластической хирургии? Какие операции будут выполняться чаще? Будет расти популярность менее инвазивных процедур. Они получили распространение в последние пять лет. Люди не хотят делать масштабные омолаживающие операции. Они предпочитают щадящие, как можно менее инвазивные варианты. Крупные операции никуда не денутся, но в дальнейшем они, на мой взгляд, будут проводиться все реже. Потому что люди хотят быстро восстанавливаться, не выпадать надолго из рабочего графика, проводить время с друзьями. Новые технологии предоставляют большие возможности. И я не сомневаюсь, что они и дальше будут развиваться в направлении менее инвазивных процедур. Таков мой прогноз в отношении будущего эстетической хирургии. Кроме того, начинается эра стволовых клеток. Уверен, что они позволят значительно усовершенствовать операции, направленные на омоложение. Какие качества необходимы пластическому хирургу, чтобы стать экспертом мирового класса? Прежде всего, надо учиться, накапливать знания, практиковаться, а главное – любить профессию. Чтобы стать экспертом мирового класса, надо потратить много времени и усилий. Особенно это касается ринопластики. Мне 55 лет, и я всего несколько лет назад стал с уверенностью проводить такие операции. При этом я по-прежнему учусь и намерен учиться до тех пор, пока не отправлюсь на пенсию. Потому что это как самолет. Если остановишься – упадешь. Надо все время двигаться вперед, учиться, совершенствовать хирургические навыки. Потому что новые научные достижения появляются каждый день. Останавливаться нельзя, иначе стать экспертом мирового класса не получится.